У нас есть следующий гость, с которым мы продолжим наш эфир. Это Алексей Тулбуре, посол Молдовы в Совете Европы и ООН 2002-2008 годов. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Собственно, давайте начнем, наверное, со вчерашних новостей относительно того, что Молдова не пустила российские войска к себе с Приднестровья. Знаем о том, что многие эксперты до сегодняшнего дня, 150-го дня полумасштабной войны в Украине, говорили о том, что позиция Молдовы по отношению к России в ближайшее время будет, скажем так, не то чтобы нейтральной, но не показывать силу, учитывая то, что и военная составляющая насчитывает небольшое количество, да и в принципе Молдова ведет миролюбивую позицию, но вчера вот был дан в таком форме отпор некий. Это можно говорить, свидетельствовать о том, что Молдова готова будет и защищаться в случае чего, и применять силу? Находящиеся на территории Молдовы российские войска нуждаются в периодической ротации офицерского состава, каких-то технических, в каких-то технических процедурах и так далее. Вот все это возможно только через территорию Республики Молдова. Приезд каких-то военнослужащих, отъезд каких-то военных из Приднестровья, завоз какого-либо оборудования и так далее, учитывая отношения между Украинцами, отношений нет, учитывая войну. С 2014 года это было невозможно, а сейчас, после 24 февраля, это немыслимо через территорию Украины. Поэтому все это производилось через Кишинев. Кишинев сейчас, по всей вероятности, мы не позволили эти процедуры осуществить, поскольку мы считаем, что регион нестабилен, и оттуда идут такие очень нехорошие сигналы. В частности, в одном из интервью, так называемый министр иностранных дел Приднестровья Игнатьев заявил о том, что задача и цель в стратегическом Приднестровье добиться независимости и присоединиться к Российской Федерации. В контексте войны, которую ведет Российская Федерация, несправедливой, вероломной, кровавой, преступной войны, вот такого рода заявления не могут рассматриваться иначе, чем как провокация. Если бы этот товарищ заявил о независимости, но это как-то бы вписывалось в лексику и сигналы, которые посылали из Тирасполя руководители региона на протяжении многих лет. Но вот в данном сегодняшнем контексте говорить о присоединении к России, это очень странно, и оно как-то синхронизируется с заявлениями Лаврова о том, что география военной операции расширяется, и дело ограничится не только Донбассом, но и он упомянул Запорожскую и Херсонскую области, а до него очень высокие чины, в том числе военные, говорили о том, что задача операции заключается в прорыве и южным коридором по Черноморскому побережью Украины к Приднестрову. И вот если коррелировать все эти вещи, то получается не очень хорошая картина. Получается, что Тирасполь пытается подыграть Москве, подыграть этим заявлениям, которые звучат из Кремля, из уст различных чиновников, нацеленным на эскалацию конфликта, на повышение ставок в противостоянии, в надежде, что Запад каким-то образом отреагирует, испугается, заставит Украину пойти на определенные уступки и так далее. Это не хорошая ситуация. Почему? Потому что Приднестровье, в общем, до сих пор упорно давало понять через своих руководителей, через говорящие головы местные, что ни в коей форме, ни коим образом оно участвовать в войне не будет. Тем не менее, Киев рассматривает и справедливо, рассматривает Приднестровье как потенциальную угрозу, и, по всей вероятности, на западном фланге сохраняют некоторые войска для предотвращения атаки из Приднестровья. Эти войска могли бы участвовать в боях на других фронтах, но они вынуждены, так сказать, обеспечивать безопасность со стороны вот этого контингента, который находится на территории Республики Молдовы. И завершая ответ на ваш вопрос, я хочу подчеркнуть, что Россия не прорывается южным коридором до Приднестровья только потому, что у нее нет такой физической возможности, а не потому, что она отказалась от этих стратегических целей. Молдова в понимании Кремля, и тем более в нынешнем контексте нагнетания и эскалации конфликта, или лексики, риторики вокруг противостояния. Молдова идеальная цель для нападения со стороны России. Почему? Потому что Молдова не является членом НАТО, не является членом Европейского Союза. Это означает, что Россия не получит должный отпор со стороны ведущих стран мира, военного отпора не получит. Но Молдова может явиться таким примером готовности России пойти на расширение военного конфликта за пределы Украины. Другой страны такой удобной для таких пропагандистских целей нет. Пропагандистский, потому что Молдова, конечно, не представляет никакого интереса ни стратегического, ни ресурсного, ни геополитического, являясь малой страной, и даже в военно-стратегическом плане никто ничего не выигрывает, учитывая, что НАТО в соседней Румынии, но в непосредственной близости. И территория Молдовы, в общем, не добавляет к этому для НАТО, например, для России мало что добавляет. Но для пропагандистских целей нападение для Молдовы могло бы сыграть на руку Москве. Поэтому мы бдительность не теряем, сохраняем напряжение. Алексей, российские СМИ пугают часто Молдову потерей суверенитета в связи с тем, что ее может поглотить Румыния. И буквально пару дней назад стали много говорить о том, что в Румынии обсуждается законопроект, который позволит призывать граждан Молдовы, если они имеют двойное гражданство, румынское в том числе, в случае, если они стоят на военном учете. Если в Румынии вводится военное положение или объявляется мобилизация, они обязаны в течение 15 дней прибыть на территорию Румынии и мобилизоваться. На Ваш взгляд, есть ли здесь какой-то реальный риск для Молдовы, для ее суверенитета или все это вымысел и просто очередной тезис российской пропаганды? Угроза молдавскому суверенитету идет не отсюда. Я не думаю, что Румыния дойдет до того, чтобы мобилизовывать неподготовленных с военной точки зрения людей для решения каких-то задач. Тем более из Молдовы. Да, у нас нет языковых проблем и прочих, но есть определенные культурные различия, так сказать, и так далее, которые несущественны, но тем не менее. Не дойдем до того, что делает Россия, например, сегодня, когда мобилизуют такие категории людей, мужчин, которые, ну, в общем, являются пушечным мясом на поле боя, в реальном боестолкновении, без подготовки, недолжного возраста и так далее. Угроза суверенитету идет со стороны Российской Федерации, в первую очередь, потому что если ад абсурду, допустим, каким-то фантастическим образом российские войска доходят до Приднестровья, то мы Приднестровье теряем, это совершенно очевидно. Приднестровье становится таким вторым Калининградом, а если коридор сохраняется, то просто частью Российской Федерации, соединенной с основной частью территории. А мы, Молдова, остальная часть Молдовы, если даже нас не оккупируют, мы должны забыть о европейском пути, о наших европейских устремлениях, потому что ни о каком развитии, ни о какой европейской модернизации, интеграции уже и речи быть не может. Вот откуда идет угроза суверенитету. Ну и традиционно, сейчас это не столь важно в этом контексте существующем, но одна из фундаментальных угроз суверенитету и безопасности Молдовы исходила от собственных политических элит. Ну это ситуация почти всех постсоветских государств. Элит, коррумпированных, продажных, непрофессиональных, с полным отсутствием какого-либо альтруистического подхода к тому, что они делают и так далее. Вот это вот угроза. Опасность того, что какие-то молдаване будут мобилизованы в румынскую армию, поскольку у них румынское гражданство, ну это не опасность. Некоторые, может быть, с удовольствием и пойдут туда. Да-да, Кирилл Буданов, глава военной разведки, главного управления разведки Министерства обороны Украины, заявил о том, что Украина готова помочь Молдове в деоккупации Приднестровья в случае необходимости. А на ваш взгляд, вот насколько это возможно, и как вы вообще оцениваете шансы деоккупации этого региона? Молдова, 30 лет конфликту, существует так называемый формат разрешения 5 плюс 2, где 2 это Кишинев-Тирасполь, еще 2 это Украина и Россия как посредники ЕОБСЕ-3, и 2 это Евросоюз и США как наблюдатели. Ну, такой солидный формат, но результатов вот этот формат, в общем, не давал. С 19-го года он вообще не собирался, не работал. Существует ли он сейчас, мне сложно сказать, формально да, но фактически он не работает. И я думаю, что он не будет работать, учитывая войну в Украине, учитывая, что я думаю, что Киев с Москвой по этим вопросам никогда не сядет за один стол переговора. Это в будущем. Поэтому мы должны искать новые пути. Понятно, что эти пути должны быть мирными, политическими. Это фундаментальная и принципиальная позиция Кишинева. Об этом и Майя Санду не раз заявляла, и правительство, и так далее. Я поддерживаю, всемирно поддерживаю такой подход. Вот, однако, считаю, что готовность Киева помочь активно в разрешении конфликта не должна остаться без внимания. И если из Приднестровья будут исходить угрозы военные, угрозы дестабилизации и прочее, естественно, Кишинев и Киев должны более предметно обсудить, каким образом эти угрозы нейтрализовать. Я считаю, что есть масса возможностей не военным путем, но вместе, учитывая потенциал Киева и Кишинева, значит, ускорить разрешение этого конфликта. И у Кишинева, если определить, у нас нет боеспособной армии, это отдельная тема, но у нас есть рычаги другого плана, экономического, в частности, административного. Приднестровье ориентировано экономически на Запад. Они, в общем, туда все продают, включая металл, металлоизделие с молдавского металлургического завода, он в Рыбнице находится, электроэнергию продают и так далее. Другие продукты сейчас перечислять смысла нет. Они без сертификатов молдавских, без наших таможенных документов и печати этого делать не могут. Мы вполне можем заставить Террасполь быть более конструктивным в сближении с Кишиневым, а не делать такие безумные заявления о желании присоединиться к России и так далее. Это что, другой Калининград, а потом, значит, провести какой-нибудь фейковый референдум или не провести, объявить о том, что провели опять какой-то референдум, потому что о демократических процедурах в Приднестровье говорить не приходится. Там нет демократического режима. Там 30 лет это авторитарный, абсолютно антидемократический режим, который управляет силой, репрессиями. Люди сидят за оскорбление президента, критиковал президента, все, иди в тюрьму и так далее. Прессы нет свободной. То есть говорить о референдуме нельзя. Но вот они объявят и скажут, все, мы территория России. Теперь Россия будет требовать коридора для завоза туда, цемента, патронов, еще чего-то, денег и так далее. Это не безобидные заявления. Поэтому это последнее заявление, так называемого, министра иностранных дел, оно вызывает обеспокоенность. А скажите, пожалуйста, какова вероятность того, что Молдова выйдет из соглашения 1992 года? Вот, собственно, российское пропонентское издание Реновости пишет о том, что, возможно, состоится выход Молдавии из соглашения 1992 о принципах мирного регулирования вооруженного конфликта в Приднестровье. И именно это может привести к военным действиям. Действительно на сегодняшний день обсуждался такой вариант, что Молдова может выйти из этих соглашений? Я слышу о такой возможности, в общем, впервые. И эта возможность обсуждается только в пропагандистских кругах Кремля. У нас такой вопрос даже не подымается. Соглашение 1992 года привели к окончанию боевых действий. Зачем нам выходить из этого соглашения, если, допустим, это абсолютно невозможно, я не даю даже малейшего шанса на это, но допустим, Молдова хочет развернуть какие-то действия против Приднестровья. Нам необходимо выходить из этого соглашения, или мы просто, так сказать, решаем свои задачи. Но это бредни, это кремлевские бредни. Мы из этого соглашения смысла выходить нету, и никто не собирается выходить. Мы будем продолжать политический процесс по урегулированию. Но, повторяю, Россия, с моей точки зрения, перестала быть той силой, которая способна активно участвовать в процессе урегулирования такого рода конфликтов. Они, в общем, из Москвы, инспирировали эти конфликты не только в Молдове, в Украине, в Грузии и так далее. То есть без Москвы сепаратистские режимы были бы невозможны изначально, естественно, и не могли бы существовать столько лет. Россия перестала быть центром притяжения и перестала быть той силой, которая может оказывать поддержку такого рода режиму. Поэтому перспектива урегулирования Приднестровского, в частности, конфликта, для меня представляется более реалистичной, с одной стороны. С другой стороны, повторяю, мы должны искать новый формат. Украина становится фундаментальным партнером в разрешении этого конфликта. Почему? Потому что произошла и революция в понимании происходящего в Киеве. Это еще в 2014 году, там фундаментально поменялось представление о том, что происходит в Приднестровье. И сейчас у Украины практически лучшая армия Европы. Это очень серьезный фактор. То, что мы рассматриваем и то, что сегодня обсуждается в Кишиневе, это необходимость сохранения нашего членства в СНГ, например. Потому что плюсы весьма сомнительные. Молдова последние 20 лет. Мы устали считать, сколько запретов на импорт молдавской продукции ввела Российская Федерация против нас, начиная с вина, заканчивая фруктами, овощами и так далее. Это в условиях тогда, когда в СНГ работает принцип свободной торговли. Да, у нас без виз. Но по без визу мы можем и на двусторонней основе договориться. Но вопрос более фундаментальный. Может ли Молдова, страна, которая стала страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз, разделяет ценности демократические, оставаться в одном клубе со страной, развязавшей преступную войну в соседнем государстве. Страной, которая просто убила демократию у себя дома, убивает людей вокруг себя и так далее. Это вопрос не праздный, не только вопрос морали, это вопрос нашего выбора. Вот это мы обсуждаем. Тут мы должны будем принять решение. Но соглашение 1992 года остается в силе, никто не собирается отменить. Спасибо вам большое. Я буду вам говорить слова благодарности за то, что приобщились к нашему эфиру и прощаться. Надеюсь, в ближайшее время мы вновь вас увидим в нашем эфире. Напомню, что с нами был посол Молдовы в Совете Европы ООН в 2002-2008 годах Алексей Тулбуре. Спасибо.